Женька Женька, персонаж романа Дмитрия Глуховского, Метро 2033, и компьютерной игры, Метро 2033 Житель ВДНХ, друг Артёма Как Борис и Артём, был представителем ВДНХ с гуманитарной помощью и присоединение Рижской в состав Содружества Будет Артёма, где говорит, чтобы он поторопливался в оружейную за оружием и подходил к платформе, где его будут ждать он и Борис После прибытия на платформу Артёма и Челнока, все отправляются на Рижскую Однако из-за проблем на Алексеевской, караван отправляется по заброшенному туннелю, где все караванщики теряют сознание Артём и Женька единственные, которые очухались вовремя В это время на них прут упыри Пока Женька толкает дрезину, Артём отстреливается от мутантов В итоге, все вчетвером, Челнока могут утащить упыри, если его не прикрывать, добираются до Рижской В баре Женька с Борисом и Артёмом выпивают водки, после чего Артём уходит, а Борис и Женька остаются первое время в баре на Рижской В книге, Женька, второстепенный персонаж В метро 2033, Женька впервые встречается, упоминается впервые в идее Артёма пойти в гости, навестить друга, когда он расспрашивает Артёма, что случилось на дозоре И так как говорили все разные, Андрея о гигантской крысе, Кирилла чёрном и так далее Правду он от Артёма узнал, это был щенок, правда, для этого выгнали сестру Женьки к подруге Далее Женька и Артём идут к чайной фабрике Там два друга записываются в охрану каравана, правда, каждый с разными целями По пути Артём спас весь караван от голоса труп На Алексеевской Женька начал флиртовать с какой-то девушкой, а Артём в это время на Женькиной карте выбрал себе удобный путь к полису На Рижской Женька, Борис и остальные остались, пока ничего не придумают по поводу труп Артём отправился дальше вместе с Бурбаном Вскоре трупы замуровали Когда Женька вернулся на ВДНХ, его поставили на дальний дозор Во время его дежурства случилось нападение чёрных, во время которого Женька героически погиб Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok